ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Российская компания НПО спецтехнологии разработала приборный комплекс, который способен совершить переворот стрелковой подготовки бойцов и спортсменов. При помощи специальных электронных блоков простая картонная мишень превращается в цифровую с обратной связью. Все данные о попадании мишень сама передает на планшет или смартфон стрелка. Это коробочка, которая у нас защищена бронепластиной. При попадании пули с коробочкой ничего не происходит. Внутри коробочки находится считывающее устройство, которое мы подключаем к классической мишени. Классическая мишень в данном случае это картон. Она трехзонная, нами разработана мишень до 11 сезон, то есть это полностью ростовая мишень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать зон. Сюда мы на данный момент можем считывать. Принцип фиксации попадания в мишень прост, как и все гениальное, и основан на замыкании плюса с минусом. На картонной мишени размещается плюсовой контакт, а внутри считывающего устройства минусовой. Пуля, проходя через картон, замыкает контакты, и умная мишень тут же передает все данные по радиоканалу. В итоге мы видим количество произведенных выстрелов, их 10 штук. Видим номер мишени, в данном случае у нас мишень номер 3 это вот это, мишень номер 4 вот это. И видим зону попадания. Зоны 1, 2, 3. Здесь мы все зафиксировали, общее время и время между выстрелами. Там у нас планшет фиксирует звук, здесь у нас мишень считает попадания. Разработанная технология позволяет регистрировать попадания как на дозвуковой скорости, так и на сверхзвуковой. Причем, как заявляет разработчик, по мишеням можно вести автоматический огонь, и каждое попадание будет зафиксировано. Родилась эта идея, как обычно, из желания сделать свою жизнь комфортнее. Как родилась вообще эта идея? Вот обычно приезжаешь на полигон, выставляешь мишенную обстановку, начинаешь, соответственно, понять стрелять. Естественно, стреляешь не один. Ты отстрелял, либо отстрелял в группе, необходимо зафиксировать какие-то результаты. Но 50 метров это еще более-менее. 100, 150, 300 метров, это значит, надо ножками туда дойти, маркером или наклеечку поставить, соответственно, вернуться обратно. Потраченное время, потраченные силы. Желательно это делать бегом, потому что все твои товарищи тоже хотят стрелять. Время аренды полигона тоже ограничено, соответственно, там считаешь деньги. Ну и вот условно из-за желания экономить свое время, деньги и силы родилась вот такая вот эта идея. То есть банально, скажем так, лень – это двигатель прогресса. Такая технология может представлять интерес не только для стрелков-спортсменов, но и для подготовки воинских подразделений. По словам российского разработчика, с помощью таких мишеней можно дистанционно проводить занятия по огневой подготовке и даже стрелковые чемпионаты любого уровня, где каждый участник мог бы отстреляться у себя в округе, а ответственный за мероприятие начальник, сидя у себя в кабинете, может видеть и отслеживать все результаты. То есть приехал там условно взвод, либо рота, есть уже в программе их фамилии, имя и отчество, стрелок вышел на позицию, отстрелял, тут же все эти данные попали в систему и зафиксировались. Касательно программного обеспечения, на данный момент у нас разработано программное обеспечение на андроиде, на Иосе и, возможно, разработка отдельного закрытого программного обеспечения, поднаждая там в том числе армии. Такие умные мишени лишь начало революции в стрелковой подготовке, которую затеяли в НПО спецтехнология. Как говорят компании, на подходе целая серия новых комплексов, которые можно будет использовать как для тренировки боевых навыков, так и для развлечений. В частности, компания ведет разработку мишени с ультразвуковыми рамками, за которыми можно будет размещать голографические фигуры, хоть танка, хоть инопланетного пришельца. И система будет фиксировать попадание по фактически виртуальной цели. News.ru будет внимательно следить за этими разработками. Чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик.